Добрый день, уважаемые гости, организаторы. Спасибо за такой красивый прием, за атмосферу новогоднего настроения. Мы всегда знаем, что ожидание праздника всегда лучше, чем сам праздник, поэтому спасибо большое всем вам. Коллеги, меня зовут Буськова Селина, я технический эксперт компании Сумиагра. Наша компания – это агрономическое подразделение японской компании Сумитома Корпорейшн. Сумитома Корпорейшн – это корпорация, которая имеет более 400 в своем развитии, это одна из лидирующих как в Японии, так и в мире. У нас принципы, которые мы неукоснительно следуем. Главное, это, конечно же, человеческий фактор нашей компании. Мы внедряем в сельское хозяйство самые лучшие наукоемкие агрохимические решения лучших компаний Японии. Позвольте мою беседу начать с того, что год уходящий, он был непростой. Как раз это четкое подтверждение, когда каждый сельскохозяйственный год, он неординарный. И этот год был ярким доказательством этого. Но хотелось бы сказать, что не только наш юг, наша территория южного региона претерпевала на себе сложные климатические условия. Территория центрального Черноземья, Поволжья, Дальнего Востока также на себе испытывала очень сложное и негативное влияние тех климатических изменений, которые сейчас происходят на территории юга России, на территории планеты. И вот в этом году, начиная с 23-го года, вегетативный сезон был ярким доказательством. Вспомним, что всходы появились в прошлом году на полтора, а то и на месяц позже из-за отсутствия осадков. Это все очень сильно снизило иммунный статус растения и было колчком к тем негативным последствиям, которые мы имели перед уборкой. В этом году мы отмечали на территории юга очень новое явление, это нехватка солнечной инсоляции. Но представьте себе, мы южные люди, и мы не имеем солнца. И это было основной причиной, которая способствовала сложному и даже невозможности процесса оплодотворения. И мы с вами увидели очень много пустых колосьев, где не было процесса оплодотворения. То есть элементарно не хватило солнечного света для самого главного процесса растеневого типа, процесса фотосинтеза. С учетом того, что погодные условия не позволили в срок зайти своевременно с гербицидными обработками. На очень многих полях мы отмечали стерильность по причине гербицидной интоксикации. Это также в дальнейшем повлияло на снижение урожайности зерновых культур. Другой фактор, который наложился на все сопутствующие, это очень высокая, сложная фитосинитарная обстановка. В этом году мы наблюдали эпифитосию, наверное, сразу двух высокопатогенных болезней. Это фузариоз колоса и афиаболезная корневая гниль. Но причиной фузариоза, конечно же, это не причина одного года, это накопительная инфекция в почве. Многие причины способствуют такой высокой инфекционной нагрузке по фузариозу. И мы должны отметить, что инфекция никуда не делась, она осталась на растительных остатках, она осталась в почве. Также хотелось бы особо уделить внимание такому сложному заболеванию, как афиаболез, который не купируется с помощью препаратов. Обработки по вегетации не снижают инфекции, они неэффективны. Предпосевная обработка также неэффективна против этого заболевания. Поэтому это высокий должен быть агрофон, севооборот. И нужно отметить, что вся инфекция сохраняется, афиаболезная при корневой гниле, сохраняется более 10 лет. Я просто про то, что с учетом того, что в этом году у нас очень развитые посевы, очень уже развитый листовой аппарат, вы прекрасно понимаете, что все это является резерватором большого количества инфекций. Поэтому в ранний весенний период мы, конечно же, будем наблюдать и проявления прикорневых гнилей, различные этиологии и огромного количества листовых пятнистостей. Поэтому интенсивные, даже не интенсивные, а обработки, набережения, защитные мероприятия должны быть главным фактором, чтобы сохранить тот потенциал, который в этом году нам опять дает природа, нам дает опять наши погодные условия. И если обратиться к нашему продуктовому портфелю, продукты вы, конечно, все знаете, на территории они достаточно часто применяются. Гербицидный портфель представлен такими, наверное, известными препаратами почвенного действия, это Коритория, Айки, Бона. В нашем портфеле есть не только оригинальные продукты, но и продукты третьей стороны. Нужно отметить, что миграция продуктов от компаний – это совершенно нормальная данность в текущем сезоне агробизнеса. И к этому нужно относиться совершенно адекватно. Вот мы, в свою очередь, хотим сказать, что мы, как эксперты компании, уверены в сильных сторонах наших продуктов, мы всегда готовы поделиться полевыми наблюдениями и общей технической экспертизой. А самое главное, что мы работаем на ваш результат, и мы всегда рядом с вами, наша экспертиза, каждого нашего сотрудника команды всегда рядом. Поэтому, дорогие коллеги, я хочу, чтобы Новый год был удачным во всех отношениях. Здоровья, процветания! Спасибо, Анатольевна Юрьевна! Друзья, есть ли, сзади вопросы? Да. Артем Николаевич Заврад. Здоровья. Артем Владимирович. Ой, простите, Артем Владимирович. Да, добрый день, коллеги. Вы знаете, интересно всегда слушать постфактум ученых. Вот, не хватило солнца, потом рассказывать, не хватило. Когда-то вирусы у нас были, когда осенью, там, клопы, перейские вирусы, потом желтая мозаика была. Все постфактум. Вот, вот, вот. А нельзя ли вот это в моменте, как бы, глистику какую-то делать и говорить на упреждение, что нам делать? А то потом постфактум все, конечно, ну, как много поговорок на этот счет есть, да? А вот где наши ученые, где все, которые бы нам рассказывали, ребята, вот, сделайте вот сейчас это надо делать, потому что то-то, то-то. А то потом, знаете, как бы я могу рассказать, кто-то не ученые, что-то. Вот, что надо было, что солнца не хватило, да? А что надо было сделать? Вот, просьба вот на будущее. Можно вот нам отдавать информацию? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но дело в том, что Россельхозцентр, он всегда за благовремение, до подъема популяции, или это болезни, или вредители, он всегда рассылает оперативную сводку. Это всегда так было. Вот, но... А куда это реализовано? По хозяйствам. В районные станции защиты растений. Ну, то есть, и как веер эта информация расходится. Вы сами видели, что вы думаете? Конечно. Да, конечно. Давайте не брать правку, а не одея, а не просто. Ну, здесь, возможно, вопрос какой-то коммуникации, может быть, недоработки какой-то стороны. Но вообще такая практика имеется. Вот, а вообще, конечно, обязательно должна быть диагностика. Я всегда говорю, лучше работать на опережение по любому патогену. Вот, ну, для этого есть специалисты по защите растений, прогнозисты, и, в общем-то, сотрудничество с ними, консультации, они действительно, ну, приносят свой пользу. Кажется, еще был вопрос. Самая лучшая коммуникация за через Агробук. Передавайте, там все смотрят. Отлично. Мы будем это иметь в виду. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда я задам. Василина Юрьевна, вот правительство анонсирует код на импорт агрокомиката. Скажите, пожалуйста, понятно, что вы не можете оценить, наверное, на всю отрасль, но непосредственно на своем и акром, все-таки препараты зарубежного производства. Боятся ли, что уйдет что-то с рынка или с границей? Нужно сказать, что этот год, 24-й год, наша компания в полной мере обеспечена всеми препаратами, которые находятся в нашем продуктовом портфеле всех брендов. Поэтому этот год мы обеспечены, мы сотрудничаем. Доставка препаратов осуществляется в хозяйство и конечным потребителям своевременно. Но как будет 25-й, 26-й год, понятно, что никто сейчас не может предсказать в наш век непредсказуемости. 24-й год, мы с вами, мы для вас. Все хорошо. Есть еще вопрос? Так как у нас в портфеле есть, спасибо за вопрос. И оригинальные препараты, это непосредственное производство на территории Угонии, а также это европейские страны. Ну то есть все производство. А если это третья сторона, это и производство, и Турция, и Израиль, и Испания, линейка питания. А в России не будет в России? Мы над этим работаем. Пожалуйста. Да. Пожалуйста, я еще вопрос. Спасибо. А в дружеской и российской федерации страны... Не забывайте представляться, пожалуйста. Добрый день. Руководитель ассоциации фермерских хозяйств, Брюкалецкого района Краснодарского края, Толенка-Середиклач. Вопрос в вашей компании, производство дружественной к Российской Федерации страны, есть или нет? Потому что то, что перечислили, в большой доле вероятности, если туда что-то попадает, то скорее всего, какими-то, ну, я скажу, актуальными путями. Все эти последние события. Спасибо. Ну, прямого производства пока нет. Вот. Но мы развиваемся, мы идем в ногу со времени, мы в курсе всех событий. Наша компания очень мобильная, мы перестраиваемся, поэтому у нас все будет, и переживать не стоит, все будет хорошо. Есть секреты, которые лучше не раздражают. Спасибо, Юлия. Спасибо вам большое за отступление. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»